Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я записываю это видео по следам моего шорца. Я не знаю, вы видели его или нет, я выбирала себе очки. Мне очки нужны для чтения только и для работы на компьютере. Я вдаль вижу хорошо, вблизи я вижу плохо, и вот экраны, и тексты я вижу очень плохо. Ну, у меня не сильные отклонения, но возрастные, так скажем. Это началось после 45 лет, и с тех пор, или больше немножко, я с тех пор ношу очки для работы и для чтения. Значит, давайте я вам сначала опишу ситуацию, какая у нас ситуация с очками в Канаде, как это работает. И когда я что-то показываю, в последнее время у меня появляются комментарии, чем вы хвастаетесь, хватит хвастаться. Люди, я не хвастаюсь, если я что-то показываю, я показываю ничего такого, как бы... Я сейчас не оправдываюсь, я просто хочу каким-то образом ответить на какие-то комментарии, которые для меня странные очень и удивительные, потому что хвастаться я... Один из комментариев, в одном из комментариев я ответила, что хвастаться можно собственным самолетом, яхтой или пентхаузом в центре Манхэттена, а хвастаться ювелирными украшениями, которые стоимость их в денежном эквиваленте, в общем, не такая уж и большая. Есть куча каналов, где блогеры показывают, носятся по люксовым магазинам, скупают там сумки Гуччи и Шанель, и каждое видео показывают их, и почему-то им никто не пишет, что они хвастаются. Я не хвастаюсь очками, я показываю очки, которые я купила, тем более, что эти очки достаются нам бесплатно. Сейчас я вам напишу, какая у нас ситуация в Канаде с очками и вообще со многими разными другими медицинскими, околомедицинскими сервисами. В Канаде каждый человек, который работает на работе, на какую-то компанию, на какую-то фирму, кроме зарплаты, имеет так называемые бенефиты. Бенефиты – это как бы еще добавочная часть какая-то к вашей зарплате. То есть, например, есть бенефиты на зубы, есть бенефиты на очки, есть бенефиты на массаж, физиотерапию, иглоукалывание, акупунктуру и разные другие вещи. В разных компаниях эти бенефиты разные, разные суммы, разные цены, разные суммы, которые вам возвращают за то, что вы платите за какие-то услуги. Например, зубное обслуживание в Канаде не бесплатное, а довольно даже дорогое. Так вот, во многих компаниях у вас есть бенефиты, которые покрывают ваши затраты на пломбы, чистку зубов, какие-то там рутинные процедуры, рентген, полости рта, их покрывают коронки. Вот у моего мужа, например, покрывали частично брекеты для наших детей, когда они их носили. То есть, у всех это по-разному, разные суммы. То же самое там с лекарствами, например. Вот лекарства, которые вы покупаете, мы практически все лекарства покупаем бесплатно, потому что наши бенефиты от компании, моей компании мужа, покрывают практически все расходы на лекарства. Не на все, но на очень многие. То же самое с очками, то же самое с какими-то там физиотерапиями и прочее, что все не бесплатно, вы платите деньги, посылаете потом в вашу компанию страховую, которая, собственно, и владеет этими бенефитами, вы посылаете чек, вы посылаете заключение врача, в зависимости от того, что для этого нужно. И вам возвращать деньги не всегда 100%, но какую-то хотя бы часть того, что вы потратили на это лечение. Простите меня, что я так долго вам рассказываю, но мне кажется, что это интересно, потому что это существует не во всех странах. И мне кажется, что вот Канада особенно этим отличается. И может быть, вам просто любопытно то, что происходит в других странах. 5 минут вашего времени, простите, что я отняла. И я объясняю вам то, что показывая очки Gucci, Tom Ford или там какие-то другие Dior, которые я примеряла, я эти очки, я за них ничего не заплатила. Потому что у меня есть покрытие бенефитов на очки у меня и у моего мужа. И получается, у меня 250, у него 250. То есть фактически у нас есть 500 долларов, которые мы можем потратить на очки, ничего не заплатившие нам страховая компания, которая нам как бы покрывает эти бенефиты, они нам их вернут. То же самое на проверку зрения, ну и так далее. Поэтому, показывая фирменные красивые очки, я не показываю то, какая я богатая, и как у меня много денег, что я могу покупать такие очки. Я еще раз повторюсь, эти очки мне достаются бесплатно, потому что страховая компания, бенефиты наши покрывают полностью те затраты, которые мы тратим на покупку очков. Так почему же не купить дорогие, хорошие фирменные очки? И теперь давайте перейдем. Я не знаю, видели вы или нет этот мой шорт. Я, наверное, вставлю сейчас сюда те очки, которые я примеряла, и какие там были очки. Вы посмотрите, оцените. Мне давали много советов, но я вам всем очень благодарна за это. Но на самом деле я этот шорт уже выпустила после того, как я уже очки выбрала и заказала. Я просто вам показала, что я примеряла, что я думала, что мне купить. На самом деле почти никто не угадал, что я выбрала. Потому что у меня есть какие-то свои критерии. И не только красота, но и удобство. И поэтому, когда вы примеряете оправу, вы смотрите, как она на вас сидит, удобно ли вам, тяжело, легко, в общем и так далее. Не только фирму, не только красоту, а также и удобство, естественно. Конечно же, я иногда ошибаюсь с выбором очков. Вот, например, предыдущие очки, которые перед этим я себе заказала. Я ошиблась, и я их вообще не ношу, они у меня лежат. Хотя стоили они довольно дорого. Да, все это можно делать раз в два года. То есть раз в два года эта страховая компания покрывает покупку очков. И вот раз в два года мы с мужем, значит, делаем это. Да, также мы можем это делать для наших детей, но у них хорошее зрение, им очки не нужны. То есть наша компания, бенефиты наши покрывают меня, мои бенефиты, меня, моего мужа и моих детей. То же самое на работе у мужа. Его страховая компания покрывает его, меня и наших детей. То есть у нас как бы есть двойные бенефиты. И давайте к очкам. Значит, не знаю, может сейчас вставлю то, что я примеряла, а потом расскажу вам, что к чему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, сначала покажу вам те очки, которые вы, наверное, у меня их видели. Я в них очень часто выступаю. Понимаюсь. Это очки Гуччи, которые я заказала, значит, 4 года назад. 4 года назад. Я тогда их купила. Это были мои не первые. Это были уже не первые, но самые старые я уже не буду показывать, те, что я заказывала до этого. Потому что первый раз у меня зрение испортилось. Ну вот какое-то время назад я заказала первые очки, те уже совсем старые. Вот. Вот эти очки Гуччи, которые мне очень нравятся. Мне очень нравится их форма, мне очень нравится вот эта черная рамка на мне оправа. Я не знаю почему, но мне вот как-то в ней удобно, комфортно. Они очень легкие, они очень удобные. У них вот такие вот гнущиеся дужки, что, в общем-то, удобно. Единственное, что они немножко вот широковаты и немножко с меня спадают с носа. Но, в принципе, не страшно. Нормально вполне. Я могу их носить. И до сих пор, в принципе, я могу носить, потому что мое зрение не сильно-то уж очень изменилось. Но, как бы, оно ухудшается, ухудшается с каждым годом. Поэтому каждые два года я все-таки беру себе новые очки. Тем более, что это все бесплатно. Вот. Вот эти очки самые-таки одни из самых моих первых. Простые обычные очки. Не помню, сколько они стоили. Но, как я уже сказала, я за них ничего не платила. Через два года после Гуччи, значит, то есть два года назад, я заказала себе очки компании Клоя. И мне захотелось чего-то необычного, чего-то нового, чего-то, чего у меня нету. И я решилась на что-то вот такое, что мне как бы показалось, что это что-то вот эдакое, знаете. Потому что мне надоели эти одни, те же черные оправы пластиковые. И, в общем, мне хотелось чего-то нового. И я вот решилась на такие очки. Они мне категорически не нравятся по многим причинам. Я не знаю, почему-то, примеряя их в магазине, я себе в них понравилась. А когда я их получила в руки и надела на себя, я почему-то... В общем, я решила, что я похожа на как-то черепаху-тортилу в них. В общем, не знаю. Хотя, вот сейчас я смотрю, вроде ничего. Но как-то они очень претенциозные. Они такие, знаете... К ним нужно подбирать аутфит. Это такие очки, которые не совсем оденешь, на самом деле. И мне кажется, что это не должно быть так. Потому что очки эти на каждый день. Я в них работаю. Я сижу за компьютером, за ними. И еще один момент. Я, значит, пошла по максимуму. Меня уговорил хозяин магазина, где я покупала эти очки. Он говорил мне сделать бифокальные линзы. То есть, поскольку я в основном-то использую их для того, чтобы для чтения. И для компьютера. То он говорит, вот ты сможешь смотреть вдаль в них. А читать ты сможешь. То есть, тебе не надо будет их снимать, одевать все время. И плюс еще они такие немножко затемненные. И, естественно, имеют противоэкранные какие-то там протекцию. И они еще на свету меняют цвет. То есть, они на солнце, когда я в них ухожу, они становятся темными очками. В чем проблема с ними? Во-первых, вот такая ситуация, что в бифокальных очках я не могу работать на компьютере. Вот сейчас я сижу и смотрю на себя в телефон, и я себя не вижу. Потому что, когда я работаю на компьютере, вот на таком вот расстоянии, то мне уже нужны очки. А тут получается, что вот диоптрия только в нижней части. И когда я вот так вот ровно смотрю, то у меня никакой нет диоптрии. И я в компьютере ничего не вижу. И вот сейчас в телефон я очень плохо себя вижу. Плюс ко всему, у нас, например, в офисе, где я работаю, очень яркий свет дневной такой. Знаете, дневные лампы, очень яркий свет. И вот очки, они почему-то решают, что я выхожу на солнце, и я нахожусь на свету. И они начинают темнеть. И мне это страшно неудобно. То есть я сижу в каком-то полумраке, потому что они становятся немножко темные. Плюс я ничего не вижу в них. А когда я в них выхожу на улицу, и вот вдаль смотрю, и мне в них вдаль хорошо видно, и они становятся темные, я могу их использовать как темные очки. Но, например, когда я смотрю в них вниз, то там внизу диоптрия. И вблизи, как бы, мне это удобно. А когда я, допустим, иду по лестнице и смотрю вниз, то я плохо вижу ступеньки, потому что ступеньки-то уже далеко. А это у меня, в общем, и получается, что я иду, например, по лестнице или смотрю вниз, и плохо вижу землю, могу споткнуться, могу вообще попасть в них. Я не вижу ступенек, и не вижу земли, и не вижу каких-то препятствий, которые передо мной. Ну, в общем, сплошной эпохи фейл был с этими очками. Я долго думала, что с ними делать, так и не придумала, потому что оправа очень дорогая и очень модная, в общем-то. Ну, в общем, как бы, я не могу сказать, что я в них очень плохо выгляжу. Есть в них какой-то такой вайп, знаете, такой, знаете, такой хиппи. Ну, в общем, такой боха, в общем, что-то такое, да. Но почему-то я себе в них не нравлюсь, я не знаю. Мне кажется, слишком они... Ну, в общем, короче, иногда я их ношу к какому-то такому аутфиту, когда я надеваю что-то такое эдакое, я в них вот так вот выступаю. Но какие-то они такие трошки карнавальные, мне кажется. Вот история моих очков. И последние очки, которые я купила в этот раз, из тех, что я вам показывала вот в этих видео, я выбрала очки Tom Ford. Практически никто не угадал, потому что я их показывала первыми. И, может быть, они как-то... Вы как-то не очень заметили их на мне, обратили внимание. Сейчас расскажу вам вот по мере, покажу. Да, они очень похожи на вот эти вот мои гучи, которые я первая взяла. Одни из моих первых очков. И, собственно, поэтому я их выбрала, потому что эти мне были очень удобные. Мне у них было хорошо. Видите, практически похожи. Единственное, что немножко другая форма. Они такие немножко поднятые, поднятый край, что называется лифтинг эффект. Чтобы поднять, как бы, глазки, поднять личком. Вот. Значит, сейчас я вам их покажу. Ну, обычные очки. Обычно ничего у них такого нету. У них есть диоптрия. И в них есть вот это вот покрытие для работы на компьютере. Они как-то вот синий какой-то. В общем, даже видно немножко, что у них есть какой-то немножко желтоватый такого оттенка линзы. Потому что они делают протекцию, как это сказать, протекцию. Это по-русски? Протекцию. Ой, что-то я совсем... Ну, в общем, защищают. Защиту. Защиту от компьютерного излучения. Почему я выбрала именно эти очки? И, значит, были там очки, которые мне очень понравились. Последние такие металлические оправы. Мне очень многие про них писали, что они вам очень идут. И они действительно мне очень идут. У меня есть одна проблема с ними. Кстати, вот это тоже была проблема вот с этими очками металлической оправы. Я очень часто, когда мне очки не нужны, я их вот так вот поднимаю и ношу на лбу. Вот тут вот, значит. И я их вот так вот одеваю, снимаю, одеваю и снова вот так. Ну, так я на работе часто делаю, когда я работаю, потому что я... Как-то они, мне кажется, кривоваты. Или это у меня... Брови неровные, слушайте. Или мне кажется, что они вот какие-то немножко перекошенные, правда? Вы знаете, что надо будет заехать, может быть, в этот магазин и сказать, чтобы о них... Если это можно, чтобы о них как-то немножко подровняли. Или мне кажется, напишите мне, что они как-то вот так вот сидят, как-то косвенно. Или это я плохо их надеваю. Короче, я все время, когда я... Потому что вдаль мне они не нужны, вблизь я смотрю, я их снимаю, одеваю, снимаю, одеваю. Я куда-то иду, я их просто вот так вот вешаю на лоб и хожу в них. И металлическая оправа вот при таком вот ношении туда-сюда, она жутко... У меня вечно путаются в ней волосы. Вот я когда эти очки надеваю, потом их надеваю вот так вот на лоб, сюда, то у меня потом клок волос вырывается вместе с этими очками. Поэтому металлические оправы я как-то не... Вот с этими у меня был такой плохой экспириенс, что я решила, что я уже металлические оправы брать не буду. В отличие от всех остальных, там были красные очки, такие сиреневые, светло-серые, понимаете, черный цвет... Я не знаю, мне так кажется, что черный цвет самый универсальный, всегда к всему подходит, всегда со всем его можно носить. Ну и еще раз, опять же, они очень легкие, вот несмотря на то, что они выглядят такой большой толстой оправой, они довольно легкие и очень удобные в носке. Они так хорошо сидят, хорошо прилегают, не болтаются. Я в них, когда головой мотаю, они с меня не падают, очень у них удобно. Вот. Вот такой вам отчет про очки. А единственный в них недостаток, который вот на сегодняшний день... Они у меня уже, может быть, неделю. И единственный недостаток, который я заметила, что они немножко отжимают мне вот тут вот на носу, остается от них след. Кстати, вот от этих очков Гуччи никакого следа у меня никогда не оставалось. Может быть, потому что у них просто пошире вот это вот переносится. Эти я так мало носила, что я даже не знаю. Мне кажется, от них тоже не остается. А вот от этих остается немножко след на носу, когда их снимаю. Одни из тех очков, которые я вам показывала, очки Гуччи взял мой муж, потому что мы были вместе, мы примерялись и примеряли очки, и он взял себе пару очков, и я тоже. У него плохое зрение, он плохо видит вдаль. Как раз вблизи он хорошо видит. И, кстати, вот он как раз пользуется бифокальными линзами. Ему удобно в них. Так вот, одни из тех очков, которые я вам показывала, он взял себе очень похожие на эти. Потому что мне кажется, что вот эти очки, это были оригинальные, это были мужские. Мне просто очень понравилось их оправа, но они немножко широковаты для меня. Вот. Вот такая история. Еще раз повторюсь, я не хвастаюсь очками Том Форд, очками Гуччи или Клои. Я просто показываю, рассказываю и объясняю, еще раз, кто не очень понял и плохо слышит, что очки мне достается бесплатно. Вот такая у нас халява есть в Канаде, что очки раз в два года можно практически бесплатно получить. Зависит от того, где вы работаете и где работает ваш супруг. Есть ли у вас дабл бенефиты у него и у вас, и покрывает, что они покрывают, какую сумму и так далее. Я не помню точно, сколько стоила эта оправа. Но все вместе у меня получилось, по-моему, 450 долларов они мне стоили. Да, по-моему, 350 долларов стоило оправа и 100 долларов стоили линзы. То есть, а я могу покупать очки на 500 долларов. У меня полное покрытие с обоих, с работы с меня и мужа. То есть, они практически бесплатно, то есть, не практически, а бесплатно достались. У меня еще остаток остался 50 долларов, который, ну, который остался, бог с ним. Вот. Вот такая история. Надеюсь, что не будет никаких гневных комментариев по поводу моего хвостовства и так далее. Все. На сегодня все. Вот показала вам, какие я выбрала очки, какие я купила. И всем привет из Канады. Всех люблю, целую. С вами Владита. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok